Приветствую всех на канале Паяльник ТВ. Сегодня я покажу простую схему, которая позволит многократно повысить напряжение и даже зажечь светодиодную лампу от двух батареек. Для изготовления такого преобразователя нужен импульсный трансформатор, который можно взять практически из любого зарядника от телефона. Многие из них построены на очень похожих импульсных схемах, можно сказать типовых. Вот, например, дешевый китайский зарядник. Также бывают фирменные, которые содержат больше деталей и более мощный трансформатор. Но для сборки схемы я специально возьму трансформатор поменьше, так как он более распространен и его не жалко испортить. В общем случае придется отпаять 6 контактов и удобнее это делать при помощи оловоотсоса. Итак, этот трансформатор содержит три независимые обмотки, и прежде всего нужно их измерить. Первая обмотка – 6,9 Ом. Вторая – 0,5 Ом. И последняя – 0,3 Ом. Давайте запишем показания возле условного рисунка. Обмотка, имеющая наибольшее сопротивление в зарядном устройстве выполняла роль первичной обмотки, так как в том случае целью трансформатора было понизить сетевое напряжение до пригодного для зарядки значения. В нашем случае цель повысить напряжение, значит 6,9 – это выходная обмотка. Две другие следует представить так, как я подписал. Здесь побольше, здесь поменьше. В вашем случае, конечно, значения могут отличаться. Здесь показана схема, которую нужно спаять. Она, по сути, является блокинг-генератором на одном транзисторе. Штриховой линией я обозначил наш трансформатор. Две полосы – это сердечник. Также видим три катушки, то есть обмотки. При подаче питания ток устремляется на коллектор транзистора через верхнюю правую катушку. Одновременно ток через резистор и нижнюю левую катушку поступает и на базу. Это обмотка обратной связи. Происходит их взаимодействие, транзистор очень быстро открывается и закрывается, и в системе происходит колебание с довольно высокой частотой, обычно около 20-30 кГц. Позже мы измерим это значение. Во вторичной выходной обмотке появляется переменное напряжение. За счет большого числа витков многократно усиливается амплитуда. Да, по поводу транзистора. Это любой мощный биполярник структуры NPN. На плате зарядника чаще всего стоит 13001 в корпусе ТО-92. Можно использовать и его, но он будет греться. Резистор с сопротивлением от 47 Ом. Желательно мощнее моего, скажем, не меньше 2 Вт. Транзистор я взял из энергосберегающей лампы 13003. Я приступил к пайке, правда не знал совпадут ли направления обмоток. Как видим, все очень просто. Всего три детали. Запускать преобразователь я буду от батарейки. Она подсевшая, но это как раз подчеркнет возможности схем. Переводим в режим измерения переменного тока. И видим, что на выходе целых 65 В. Частота колебаний на выходе более 33 кГц. При скважинности 8,2%. Удивительно, что от севшей батарейки можно получить такое напряжение. Это даже больше, чем выдают схемы для питания светодиодов от одной батарейки. Ну, те, которые обычно мотают на ферритовом колечке. Транзистор не нагрелся. При питании от литиевого аккумулятора на выходе получилось 74 В. Правда, резистор моментально стал горячим, а транзистор теплым. Подключить кусок светодиодной ленты было плохой идеей. Я думал, с нагрузкой напряжение просядет. Потом схему я запитал от двух батареек и решил попробовать включить светодиодную лампу. Но когда я подал питание, меня неприятно дернуло током. Потому что я держался за цоколь лампы. Потом я припаял кусочек текстолита, чтобы прижимать контакт. И вот так лампа светится от двух мизинчиковых батареек, включенных последовательно. Теперь перенесу провод на другой контакт холдера, чтобы испробовать схему на трех батарейках. Стало немного ярче, но элементы нагрелись. Советую при питании больше трех вольт ставить резистор не менее 100 Ом. Я припаял с запасом по мощности. Ток потребления при этом составляет полампера. Здесь на выход подключена неоновая лампочка, которая взята от индикаторной отвертки. Если не ошибаюсь, имеет напряжение включения около 70 вольт. Вот такой получился неплохой эксперимент. Преобразователь всего на трех деталях. Ну что ж, спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Пока!